Всем привет из Киева, столицы Украины. Привет из Киева, столицы Украины. С вами Виктор Фурсов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института зоологии Национальной Академии Наук Украины в Киеве. И сегодня я вам расскажу рассказ из книги Павла Муряковского под названием «Насекомые против насекомых». Вспомните, что говорилось раньше, что вы знали. Насекомые – враги человека? Но это не только так. Главные враги насекомых – это насекомые. Когда начала развиваться химия, против насекомых было изобретено яды, специальные яды. И человечество якобы свободно вздохнуло. Теперь не страшны шестиногие враги полей и лесов. Теперь им не устоять против ядов, к тому же могучей техники, автомашин, тракторов, распыляющих и выпускающих газы, ядовитые вещества. Но в скором времени оказалось, что везде и всюду начали применять против вредителей сельского хозяйства ядовитые вещества. И через десяток лет глубоко разочаровались. И было отчего. В тех местах, где часто обрабатывали поля и сады химикатами, стали происходить неладные вещи. В яблоневых садах появился очень опасный вредитель. Это паутинный клещик, гораздо более опасный, чем яблоневая моль, против которой часто обрабатывали деревья инсектицидами. Откуда он взялся? Оказалось, что убивая яблоневую моль, одновременно погубили крошечного жука Стеторуса, который раньше вел незаметную войну, уничтожал паутиных клещей, вредителей яблони. Таких случаев оказалось немало. Еще более странные дела стали происходить в природе. Раньше вредители появлялись периодически, годами. Остальное же время их почти не было. А сейчас то там, то есть здесь, где применяли яды, едва только стоит пропустить одну из этих многих обработок, как вредители точно же заполоняют все. И тут оказались виноваты уже яды. Они погубили полезных насекомых, врагов вредителей. Никем не сдерживаемые, вредители мгновенно начали наверстывать упущенное и быстро размножаться. От ядов стали погибать домашние и дикие пчелиные, опылители цветов. А из-за этого снизился урожай многих культур. Когда сделали анализ почвы, оказалось, что она насыщена ядами, изменила свой химический состав и уже стала не той. Вредной для растений вместе с фруктами, овощами, зерном яд теперь попадает в организм человека. Химическая борьба с вредными насекомыми, которая сулила такое богатое будущее, оказалась палка двух концов. Знаменитые такие известные старинные яды, как ДДТ и эксохлоран, принесли человечеству большего вреда, чем пользы. Ученые задумывались, какой же и где искать выход из создавшегося положения. Химики стали подбирать яды, которые быстро разлагаются, не отравляют почву растения. Энтомологи же стали учиться у природы и присматриваться к тому, какие же в ней существуют взаимные связи между многочисленными организмами. И вспомнили своих друзей врагов насекомых. И сейчас, так называемым биологическим методом борьбы с насекомыми вредителями, занимается много специалистов. И оказалось, что он значительно дешевле химического метода борьбы. Действует только против одного конкретного вредителя, не трогает полезных насекомых. Химия – это то, что коса, срезает всех подряд, и полезные, и вредные. А биологический метод подобен клинку. Поражает врага точно в сердце и не трогает врага. Друга порагает только врага, а не трогает полезных насекомых и других щеленистоногих друзей. Биометод – это будущее энтомологии. Вот только для того, чтобы его применять, нужно хорошо знать насекомых и в сложную жизнь в природе. Например, в Италии завезли особого жука в коровку. Она уничтожила червеца, здейшего врага цитрусовых плантаций на юге этой страны. Разыскали и размножили крошечного наездника Афелинуса. И он стал исправно исполнять службу борьбы с опасным вредителем червецом Камстока на цитрусовых. Привезли еще десяток наездников мухтахин в Северную Америку, где суверенствовал непарный шелкопряд. И вредитель непарный шелкопряд бабочка, против которого десятилетиями не могли ничего сделать, и на борьбу, которую тратили миллионы долларов, уже стал редок, незаметен. В горные леса Италии переселили муравьев защитников леса, и там прекратились налеты насекомых воровов леса. Поведы шли одна за другой, но впереди еще масса дел. Их хватит на мной и поколение энтомологов. Искать способы борьбы с вредными насекомыми при помощи полезных насекомых не так-то уже просто. Однако уже найден правильный верный путь. А для вас, нового поколения энтомологов, на вас надеются те, кто с таким трудом подошел как раз к биометоду. Например, у вас есть дача или огород, и вы нашли гнезда бабочек-боярышниц на фруктовых, плодовых деревьях. Стоит лишь сжигать гнезда боярышницы. Свалить в кучу, поднести к негарящую спичку очень просто. Но прежде чем это сделать, не лучше ли посмотреть, какие наездники, может быть, там живут? Ведь это же очень интересно. Сухие, оплетенные паутинками, листья яблони, внутри них заложен, можно положить в большой ящик и поместить в сарай. Сверху ящик замотан материей, пусть зимуют гусеницы, как полагается на улице. А вот пришла весна, высоко в небе запел. Жаворонок напомнил о том, что в сарае лежит ящик с гнездами бабочки, гусениц, бабочки-боярышницы. Что же в нем сейчас? А в ящике ползают небольшие гусенички, а еще больше мечутся, ищут свой выход, крошечные сине-фиолетовые наездники. Лютые враги-боярышницы. Теперь можно отнести их туда, в лес, в поле и выпустить на волю. Пусть приносят пользу, защищают деревья, истребляют недруга. Только не забыть бы уничтожить гусениц-боярышницы, заодно остатки их гнезд. В большом картонном коробе еще с лета хранятся кладки непарного шелкопряда. Это тоже такая бабочка. Прошла осень, долгая зима, весной, из этого короба появились, вылезли ничтожно маленькие насекомые. Большеголовые с выразительными глазами, короткими крепкими усиками и прозрачными крылышками. Каждая крошка не больше миллиметра. Откуда же они появились? Оказывается, это одни из самых маленьких наездников. Это трихограммы, охотники, паразиты яиц, бабочек. Сейчас они стремятся к ярким лучам солнца. Торопятся в лес, в поле. Каждому лилипуту предстоит трудная задача. В большом мире найти кладки яиц бабочек, заразить их, заселить своим поколением. Оставшиеся яйца бабочки шелкопряда с развившимися гусеницами уничтожим. А трихограммам, наездникам, поможем. Отнесем их в лес, в поле, в огород, на дачу, сад. Яйца непарного шелкопряда оказываются почти наполовину уничтожены наездниками. Жаль, что они не знали, мы раньше не следовало бы обмазывать эти гнезда мазутом. Лучше бы их сложить в ящики до весны и подождать, когда выведутся полезные наездники. В яблоневом саду на нескольких деревьях завелась моль. Раньше ее не было. А если у нее враги, не привезти или сюда ее врагов. Например, в десятки километров в горах находятся дикие яблоневые заросли. И в них много яблоневое море. Но она редка. Наверное, потому что там хозяйничают насекомые наездники, враги, бабочек. Сейчас, когда гусени сокуглились, они оплели вокруг себя плотными коконами. Гнезда можно осторожно снимаются, с диких яблонь складываются в коробку, коробка завязывается марлей. А через несколько дней в этой коробке кто-то шевелится, шуршит, и в ней ползает десяток серых необычных мух тахин. И добрый отряд легкокрылых с длинной иголочкой яйцекладом наездников их не вманит. Поскорее выпустим их в сад. Теперь в это они будут заражать и истреблять яблоневую моль. Хорошо бы соорудить коробку с крышкой и с такой сеткой, через которую бы свободно проходили наездники и вылетали, но не смогли бы пройти бабочки моли. Тогда перевозку полезных насекомых можно организовать по-настоящему. А можно и попробовать, ведь это не так сложно. Трудно заранее предсказать, где и как применить биологический метод борьбы с вредными насекомыми, насекомыми вредителями. Для этого нужна тщательная и внимательная работа, поиски и знания энтомолога-разведчика. Вот такой рассказ про биологический метод борьбы с насекомыми. Про то, как насекомые борются против насекомых. в книге энтомолога Павла Моряковского «Дюнному Энтомологу». Если вам интересно продолжение рассказов о Моряковском, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Продолжение следует. И буду рассказывать вам другие рассказы Павла Моряковского, а также свои собственные рассказы о различных насекомых, которых я представляю на своем канале. Поэтому ставьте лайки и заходите на страницу в Патреоне. Там много чего интересного, как поддержать наши проекты по развитию украинской науки энтомологии. До новых встреч на моем канале. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова